снова добрый вечер у нас наша глава эта песня наша глава вся глава эта песня кроме маленького кусочка в конце газину то есть да внемлить и в принципе есть преддверие нашей песни газину еще в конце главе вайлех если мы откроем там можно прочитать закрылась у меня сейчас я открою назад в голове вайлех сказано что это будет особая песня сожидает песнь которая будет нас сопровождать даже в тяжелые наши часы шабата потом говорили и не будет забыто в поколениях так это сказано и вот мы ожидаем песни которая особенно которая в принципе должна как нас сопровождать быть нам свидетелем быть нашим сопровождающих тяжелые времена когда даже мы будем в изгнании когда нас будут бить наказание знаешь нехорошее поведение и когда мы начинаем читать эту песню у нас еще больше поднимается удивление когда мы читали эту песню то есть вы вникали в нее давайте в нее вместе вникнем и увидим там очень странные вещи начнем с того что она начинается сейчас я открою она начинается в принципе со сравнением скажем так сопоставлением между всевышним и между народом израиль то есть да про всевышнего сказано следующее он твердыня совершенно деяния его ибо все пути его праведный бог верен и нет кривды праведен и ли он про всевышнего и тут же про нота израиля сказано что погубили себя они не дети его из-за про порочности их род строптивы и развращен в принципе он верен он четко следует своими словам всевышний а мы скажем так изменяющий и тогда и в принципе после этого соединения тут же описывается скажем так первая встреча между народом израиля и всевышним в этом песне и здесь нужно обратить внимание на очень интересный момент давайте прочтем эту встречу вспомни дни древности помысл о годах всех поколений спроси отца твоего он расскажет тебе старцев твоих и они скажут тебе когда всевышний давал удела народом когда расселял сынов человеческие поставил он предел народом по числу сынов израиля ибо доля господа народ его яков наследие удел его он нашел его в земле пустынной в пустоте его и пустыне ограждал он его опекал его берег его как зеницу ока свое как орел стережет гнездо свое парит над птенцами свои простирает крылья свои бережет каждого носит на крылья своем господь один ведет его и нет с ним бога чужого вознес его на высоты земли и ел тот плоды полей питал его медом из скалы и елем из крименистого утеса маслом коровьим млеком и вечием и туком агнусов и овнов башанских и козлов и самую тучную пшеницу и кровь виноградин пил ты шипучую что мы здесь видим три вещи мы можем сразу выучить из этих стекла первое в самом первом моменте самом изначальном моменте зарождения человечества оказывается когда еще народы распределялись по наделам по языкам своим и так далее уже земля израиля была предназначена все народу бога то есть народу израиль сам зародышу то есть это что мы учим второе что мы учим первичная встреча между всем всевышним народом израиля происходит когда она произошла в пустыне первая встреча между народом израиля и всевышним и третье всевышний охранял и заботился народа израиля идеально все было шикарно и в привел их куда шикарную землю да там где все так хорошо и и такой изобилий все хорошо и замечательно но самая большая ножка скажем так и поражающая вещь это естественно 2 2 1 то что изначально он создал землю для народа израиля уже так далее приберег все нормально то что у нас его по пустыне и дал нам землю хорошую тоже где у нас проблема проблема что первая встреча между народом израиля и всевышним происходит где в пустыне то бишь нет упоминания про отцов нет упоминания союза с про отцами нет упоминания рабство в пустыне и даже нет никаких упоминаний в принципе получается выхода из египта до развержения моря даже дарование тора не упомянут в пустыне есть понятно что если кто объясняет что имеется ввиду что после нет на горе сена впервые всевышний то есть это на горе сена все хорошо но это не описано любозу встреча в пустыне более того смотрите какие слова описывают эту первую встречу с народом израиля мацаву бээритс мидбах нашел его в пустыне то есть в принципе слова которые описывают скажем так шоу 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 народ мужики здорово называется кстати очень подходит мидрашу помните который народом тору предлагал вдруг видеть нас народ идет по пустыне давайте ему тоже а ничего что ты вывел земли египетской как бы то есть да выглядит как будто встречка там тоже есть комментатор комментатор мацаву это намерется что он давал им все он просто переводит что он там заботился обо всех проблемах раша объясняет что такое раша объясняет допустим раш пишет так вот там мацаву наиманим бэритс мидбах то есть они он нашел их верными богу именно в пустыне когда сказали на саву нишма все красиво и замечательно и бэн эзра и бэн эзра говорит следующее мацаву киба мид бар них на заководу мам что нашел имеется ввиду что скажем так интимная и близкая встреча между народом израиля все очень просто и хоть как-то близко к тексту а у него другое объяснение есть но здесь хотя бы какой-то близко к тексту объяснения в любом случае странно очень интересная вещь странно запомнили и попробуем разобраться дальше и то есть где первый наш вопрос да вот нашел пустыне то есть всего нету ни працов никого пустыне пустыне дальше подымается еще больше песни описывают как народ израиля возвращает скажем так всевышний делает хорошее возвращает ему плохим платит скажем так и всевышний скажем так злиться на них и обещает их наказать то есть да как у нас очень тяжело давайте прочитаем и утучнел ешурум стал брыкаться и утучнел ты растолстел зажирела стал бога создавший его и поносил твердыню спасение своего богам чужим они стошождали ему мерзостями разгневали его жертвы приносили богам и так далее и так далее создали со створишь его тебя ты забыл и забыл бога тебя создавший и увидел господь и вознегодовал от того что разгневили его сыновья его и дочери его и сказал скрою лицо мое от них увижу каков будет конец их ибо они род развращенный сны в которых нет верности они досаждали мне не не бога гневили меня суетами своим и я досажу им не народом народом извергом гневить их буду ибо возгорелся пламени гнева моего жжет он глубины преисподней пожирает землю плоды ее и поляет основание гору нашли множество бесные стрелы мои истощу на них и так далее и так далее то есть принципе на этом и так все хорошо все замечательно мы не сказано ничего особенного кроме из того что мы не знаем уже с главы киев того уже все эти проклятия читали чтобы не дай бог на нас никогда не напали но самое главное сюрприз ожидает нас дальше дальше мы читаем что какая то есть какая то что за это нам будет и опция которая принять это не изгнание помните в главе китого когда проклятие в конце говорится об изгнании правильно а здесь что приводится а марки а пехем ашмитами нож зихра смотрите что положу им конец сотру в среде людей памяти не полное уничтожение полное уничтожение положу им конец сотру среди людей памяти не изгнание в конце концов кстати эта опция отменена эта опция отменена в конце концов то есть этого не будет никогда но почему не потому что народ в конце концов будет себя там не знаю какая-нибудь заслуга отцов или еще что-то нет смотрите почему если бы не остерегался я злобы врага чтобы враги его не возомнили не сказать наша рука одолела не господь сделал все это я вам не даст не дам вас уничтожить только из-за этого мы читаем то дальше так же смотрите вот еще упою острелы моей кровью мечи насытиться плотью крови убитых и пленных головами начальника врага что он будет делать с врагами в конце упою стрелы прославьте народы народ него ибо закрою в рабов своих он отомстит мщение возраст врага и очистит землю свою и народ свой нет никакого обещания скажем так как обычно в избавлении оптимизм такая утопия нет речь идет только я верну то есть просто они будут покорены врагами а я из-за того чтобы не дам уничтожить их окончательно потому что начать искренне мое имя все мое имя то я просто этим врагам даю по голове и верну в состояние как оно было дает то есть не такого-то скачка а из возвращение состояние обратно это что мы здесь видим и давайте подведем итог что мы увидим в этой песне нет никаких особых заслуха народа израиля вообще никак не заслух праотцов не союзом ничего здесь нет никакого соотношения и в разговорах а этическо-тараническо поведение народа израиля их религиозного ступени тогда ничего то есть принципе по этой идее читая здесь он их встретил в пустыне он их выбрал и непонятно почему то есть нет никакой причины выбора в этой так вы выглядите с другой стороны подымается здесь вероятность того что народ израиля вообще может быть уничтожен полностью из-за своих грехов но это отменено почему потому что всевышний говорит я не дам а сквернуть мои все давайте разберемся честь происходит обратите внимание что здесь происходит и тут очень интересная вещь это песнь азину вот то что как раз нету этого нету не этого это вот эти все эти проблемы которые понялись раскрывают основную глубинную смысл и вообще-то подачивается идею который несет эта песня азин если бы эта песня была строилась на отношениях всевышнего рода израиля скажем так с положительной точки зрения изначально в принципе народом израиля всего праотцами так далее то тогда чтобы это было это обработало бы по системе того что есть условия то есть всегда было условия есть всегда взаимоотношения между всевышним и народом израиля и когда они будут нарушаться то в принципе происходят какие-то вещи рациональность да ты нарушил договор я тебя нарушил в принципе соотношения поэтому песни вот этого азина опускает все на связь на самом базисном уровне на самом базисном уровне после которого то есть принципа идеи за которым не стоит никакой логической связи и какого-то логического объяснения или этического этического логического объяснения то есть этого связи между на что похожа эта связь в которой отсутствует полностью логика на связь между родителями и детьми логика нет в этой связи она не строится никаких заслугах они строятся никаких засоветах она не строится ни на каких соотношениях и поведенческих и так далее есть связь между родителями и детьми и она мощнейшая она нелогична она нерациональна но она крепка и это кстати видно в песне смотрите прочитаю чтобы услышали то есть как она звучит висиха ты то есть постоянно висиха пилю лобана в мумар дора кешвей польта там очень часто появляется слово сыновья сыновья сын называется про бога он не твой отец ли он который то есть ты ему принадлежишь он говорит сыновья они по поколению соотношения между как отец сыновьями и тут очень важная вещь кроме всего прочего кроме этого то есть да что это явно связь как между отцом и детьми есть еще один очень интересная вещь который в базисе лежит что не дай бог так бывает родители могут разорвать отношения с детьми полностью разорваться отношения с детьми и даже нанести им ущерб очень сильно родители могут и это в принципе та идея которая поднимается в песне что отец может очень сильно побить может разорвать все отношения открыться выгнать вышвыр за дверь даже уничтожить но этот сценарий так обещается в песне никогда не произойдет почему потому что все очень слишком дороги же своим именем он не даст осквернить его имя то есть в принципе то есть получается что это вообще никак этот параметр этот вещь никак не связано с глубиной отношений между народом израиля и всевышним даже такого понятия нет между родителями и детьми нет такого что за родитель то есть не не разорвется с ребенком то есть это из-за того что опасается что сквернется его имя так не бывает это уже еще определенная вещь и в принципе именно это и дает самую большую мощь вечности связи между всевышним народом израиля этот аспект то есть да вот это самое базисное понятие что всевышний то есть связь его а рационально с ними как у родителей поэтому это кстати объясняет почему он встретил в пустыне то есть да нет нет самое базисное то есть да я а твой отец я тебя с другой стороны весь кошмар одна в неблагодарность то есть да я к тебе то есть по человеку сияли а тебе все тот ничего не заслужил а ты мне чем отплатил с другой стороны это пока что связь нерационально как между родителями и детьми с другой стороны уничтожение окончательника не пройдет почему потому что еще не параметр ты слышишь не оставить свои вот и в принципе принципе вот эти два параметра и вот эти вот понимание этой песни очень важны для той ситуации для которой написано это песнь а для какой ситуации написано давайте откроем снова главу или их прошлую и прочитаем для какой ситуации вся речь шла когда я введу в землю как я клялся от самым текущим молоком и медом и он будет если когда насытится и утучнеет и обратиться к богам ины и будет он служить и а меня отвергнет нарушит он завет мой то вот когда поснигнут его многочисленные бедствия и невзгоды будет песнь это свидетельствовать против него как свидетель так она не забудется в устах потом своего ибо зная стремление его которое он осуществит уже сегодня прежде чем я ввел землю которой я поклялся то есть даже когда народ израиля опустится до все сорок девять то что называется ступени тумы вниз он несмотря на все это останется становяемся выше даже там то есть в конце концов подсознание коллективном подсознании вот этот вот связь отцы и дети то есть отец то все мы дети останется навсегда и она в принципе является тем окошечком к избавлению таким образом в этом смысле и поэтому закрывает песнь в принципе вообще никак не относится не праться никак заслугам народа израиля тогда не к союзу на горе сина в принципе поэтому перед занимается именно необъяснимым этим выбором этим необъяснимым выбором как в принципе что объясняю показывает именно вот эту вот связь которая началась в пустыне который нет объяснения и она поэтому не может разорваться могут быть это прогнать и так далее но она не может разорваться и почему опция как изгнание не указано в наказание потому что изгнание это всегда временно а мы хотим показать что вечность поэтому здесь вечности есть и опция абсолютного тотального разрыва между народом израиля всевышним но даже в этой тотальности песня обещает что тотально этого никогда не произойдет всевышний осквернит свое имя это очень интересная вещь как раз вот сейчас есть обычно глава азина читается так или иначе рядом с юмки-пур он в четверг заканчивается вечером шаббат может читаем азин и проем кипу есть очень интересное объяснение рассказы мишне они там сказано так сказал раба шимон бенгам лей лога юминты милистрика мишрасар бы я объем кипу за не были хорошие народа израиля как 15 а ваем кипу что в них бнот и строят но ты ушла и мюнсот беклей лаван то есть выходили девы иерусалима в белых одеждах бнот ушла и мюнсот в холоба карамин то есть да и девы уходят и то есть делают хороводы в виноградниках маем умру баху подми глаза свои увидишь что ты себе выбираешь и гмара там объясняет что в принципе там за разговор что они говорили там ура бана я фи фи ётши бэгэн ма га ёмро то есть красавица и среди что говорили ну и нэхэм ль ёпфи шэйны ша ля ль ёпфи да они говорили посмотри на красоту ибо жена это женщина для красоты у меня хосо чэ бэгэн ма га ёмро то есть хорошая родословная что говорили ну и нэхэм бэм гляньте на семью с какой семья вышла потому что женщина для детей то есть да по концу которого родословная мы хоро чэ бэгэн то есть некрасивые среди них ма ёмро что не говорили хумэ кэхэм ль шумшамай возьмите то есть свое купчую то есть ради небес возьмите замуж во имя небес арам мидан мури воробера в медан глава и шивы харет сион говорит очень интересную вещь тут есть очень большая похожесть на пересвященника в йом кипу пересвященник йом кипу входит в святая святых в белых одеждах когда народ израиля идет путями всевышнего что он может сказать то есть да то что написано в его или по елих он говорит на чем свою свою у него там есть молитва целая которым пользу народ израиля это можно брать внимание он говорит обратить внимание на что на ёфи на красоту на красоту поведения народа израиля если народ израиля скажем так не по их действия недостаточно хорошие чтобы на них полагаться но у них есть плат то есть заслуга отцов пересвященник обращается в эту часть его просьбы то есть вспомнился в рамы цакая холод в принципе свою заслугу отцов а когда нет ни действий не заслуга отцов уже закончилась что говорит пересвященник что он искупил над израиля лишим шамай во имя небес во имя твоего имя если не ради нас ради себя это последнее это самый базисная связь когда мы уже упали дальше некуда заслуг никаких нет есть у нас что сказать ради тебя не ради нас ради имени твоего чтобы не оскорнилась и это вечный этот союз который держит и это то что приведено в конце концов приводит и то что дает то что мы четыре читаем самом конце еще раз вот издали стоп прославьте народу народ его ибо за кровь рабов своих потом отомстит и мщение воздаст врагам и очистит землю свою и народ свой он в конце концов все же не придет очистить народ свой и землю свой если не из-за красоты то есть принципе не задела и не заслугу отцов то есть да не за их узни за все делали это генеалогическое дерево то хотя бы ради него он нам простит это то что идет несет эта песня скажем так вот эту вот идею которую нужно против собой в конце концов иди в вечности народа израиля и этой связи а рациональной то есть сколько ты ни копал в конце концов на базе полной рациональности связи между народом израиля всевышним непостижимой человеку не понятно почему это все вышли никогда не нарушить свой завет народом израиля связь по причине того что оскорняет его по этой причине как бы мы не падали в конце концов и поэтому это песня сопровождает самых самых не зима и оттуда нас вытащит байзрата шем чтобы мы не дошли до этих низин и живо всевышний нас вытащил всех наших проблем то на этом мы сегодня заканчиваю те кто на слушал записи все хорошего до новых встреч